Всем привет! Добро пожаловать в Волокна Пару! Приятного аппетита! Бася у нас кушает! И я хочу вам показать каждый божий день утром или вечером раз в день Бася нужно давать вот такое лекарство Читанок не фокусируется Называется это лекарство Урсафальк Это такая жидкая суспензия И в принципе его нужно давать Ой, я вся взвозюкалась В принципе его нужно давать между едой Но когда мне его прописывали Я доктору сказала, что не получится Потому что она ест либо в заклёб, либо потом вообще прекращает есть И вы представляете, постепенно она сама Начала делать перерыв в еде Подходит, просит лекарства Куда-то ножа побрела У меня сегодня бельё висит здесь Я же сказала, что я не буду постоянно сушкой стирать Ну вот, и в общем, короче говоря, она такая умничка Сама подходит Пьёт лекарства и потом доедает А лекарство, видимо, сладкое, вкусное Оно ей так нравится Да, Базенька, ты покусили? Ты покусили? А Маня наша сегодня мне всю ночь спать Всё испытать Да, Манюня? Я зажгла свечку Она пахнет садом А, нет, Гарденья она пахнет Я, в общем, по-французски не читаю За окном грозень такая серьёзная Я свечку поставила на стеллаж И начала передвигать там разные вещи И у меня верхняя часть стеллажа гробознулась В общем, свечка, слава богу, и не разбилась И ничего больше не зажглось Но капнула воском И я бумажной салфеткой с утюгом Кстати, вот это наш московский утюг Тефаль Утюгом всё вроде как сняла А этот был Тефаль Акваспит Кстати, написали, что Кто-то написал, что у меня Тефаль Сделан утюг во Франции Вот этот тоже во Франции И тот, который в Барселоне Он тоже, по-моему, во Франции сделан Нам ещё не попадалось Ни китайских, ни тайских Никаких утюгов Поэтому сказать ничего по этому поводу не можем Вот Ну, я думаю, что нормальные они сборки Неважно где День сегодня исключительный Ну, как правило, здесь всегда Дни исключительные Но бывают не очень исключительные Вон она, Монсеррат Я так довольна, что С нашего балкона видна эта гора Просто необыкновенная Это такое место силы Просто священная гора Шикарный вид Всё спокойно, тихо Знаете, это такая Просто благоустроенная деревня Тишина, покой Так классно С собачками уже все, видимо, погуляли Сейчас 10 часов Вот такой у меня завтрак Это омлет с двух яиц с сыром С салатиком И дынем Едем в аппетит Я еду в Барселону на маникюр У нас супермаркет Маркадона Расположен по дороге к станции И я сегодня собираюсь в магазин пойти И не хочется лишнюю фотку делать Поэтому я взяла свою каталку-сумку И поставила на хранение Ну там цепочкой закрывается Ну чтобы не стащили эти сумки И посмотрю, что будет вечером Она будет на месте или нет Ну я думаю, что, конечно, на месте будет Но это очень удобно Оставил сумку Съездил куда надо И по дороге домой Накупил продуктов И тебе есть куда все это положить Погода потрясающая Дети грустные Вчера они, видимо, были в шоке Они все время спрашивают Мама, они скучают? Скучают? Я говорю, да нет, разве все нормально? А сегодня, видимо, до них дошло Ну вчера кошка вечером еще ходила Что-то мяукала, ныла Показывала мне в ваниной комнате Что пусто Где Аня? Где Аня? Вот И обычно собака, когда мы уходим Она бегает Ну думает, что ее возьмут А тут она легла на свое место И лежит такая грустненькая Грустненькая Так что вот Туго доходит до жирафов Как видите, я сегодня не красилась А от влажности У меня вот это вот все Размахрилось Я хожу как пачкулька Мне надо сегодня голову уже помыть И нормально уложиться Вроде бы завтра Сейчас посмотрим Вроде бы завтра нет дождя И можно будет нормально ходить С нормальной прической Я со старой камерой И в этой камере Видеоискатель Ну не видеоискатель А экранчик справа Поэтому я поглядываю Чтобы я была в фокусе А на новой камере Которую мама снимает Экранчик сверху То есть вот так вот смотришь Чуть-чуть наверх Здесь всегда направо Ну, мое право, ваше лево Так, погода 27 градусов Нет, 20 градусов Днем было 27 20 градусов гроза Завтра тоже гроза То есть Не сильно надо с прической заворачиваться Лучше сделать кучеряшки А не выпрямлять волосы Понятно Ну, в принципе, все время будет Дождь, дождь, дождь Но, кстати, 14 градусов убрали Когда я сюда ехала Там через неделю вроде бы Должно было быть 14 градусов Но сейчас Следующую субботу еще 20 градусов И все время дожди Грозы Влажность У меня даже паспорт Вот, экран паспорт У него даже вот Эти Обложка От влажности В разные стороны пошла Влажность очень сильная Вот я сделала маникюр такой По-моему, очень красивый И иду сейчас по бульвару Не знаю, как он называется На букву Карер, что ли Что-то такое Просто здесь очень красивые дома Очень интересные Красивые Вот такая солнечная улица Наверху там какие-то веранды В домах Вот домик красивый Тоже Еще раз всех поздравляю С Днем Победы Здесь День Победы Как таковой, я так понимаю Не отмечают Но наши русскоязычные Люди, которые живут В Барселоне Я так понимаю Вообще В этой провинции Они, как правило Проводят акцию Бессмертный полк Я вот несколько лет Слежу За этими мероприятиями Обычно проводят 9 мая Я была полностью уверена Что вот я сегодня поеду На маникюр И до маникюра На площади Каталании Смогу увидеть И пообщаться с людьми Ну вот Тоже дом красивый Но оказалось, что Почему-то в этом году Эту акцию провели 5 мая Я уже посмотрела на ютубе Так что Не удалось мне сегодня Ну как бы Воргнуться в эту атмосферу Но тем не менее У меня такая мысль посетила Что самый лучший памятник Который можно только возвести В честь окончания войны Это вот такая мирная Спокойная жизнь Вот гуляют с собачками Дети Играют на площадках Небо голубое Вот это самый драгоценный Памятник И подарок Всем людям Так что Вам желаю Чтобы всегда было Мирное небо Над головой Чтобы все люди Жили дружно Ну я уже вчера Много всего сказала Но дело все в том Что Меня просто распирает От этих Пожеланий Слов Хочется Чтобы Мир никогда Не заканчивался И вот смотрите Мы с вами говорили О том Как используются Балконы Вот центр Фактически Центр города Обычно так же Как у нас Вот висит белье Замечательно Здесь так интересно Вот эта улица Устроена Значит Есть тротуар Есть проезжая часть Потом идет Вот такой Бульвар Большой тротуар Потом идет Большая проезжая часть И С той стороны Точно так же Все повторяется Такая бульварная часть Опять маленькая Проезжая дорожка И тротуар Очень интересно Очень красиво И получается Что Деревья Растут в 4 ряда Для города Это большая роскошь Я уже Доехала до своего городка Сан-Кугата И хочу вам рассказать Как я туда ехала В Барселону На Барселону электричку Так удачно Я только подошла К станции И тут же подошел Я еще даже Билет Вставляла уже Когда Поезд стоял На Путях В общем Короче говоря Села я в эту электричку Углубилась В инстаграм Английский И когда со мной Иностранцы говорят Я почему-то Перехожу на английский Ну не знаю И тут она мне По-английски говорит Все Это площадь Каталунии Теперь поезд идет В террасу обратно Я в таком перепуге была А уже двери закрылись Представляете В общем Я выскочила Нажала на кнопку На эту Дверь открылась Я выскочила И уже через окно Помахала И ей спасибо Сказала То есть понимаете Я проехала Ну До конечной Мы доехали А там никто Из вагонов Не выгоняет Как у нас Если доехали До конечной Все проверяют Все ли пассажиры Вышли Здесь нет Такого нет В общем Короче Спасибо этой Замечательной женщине Да еще она и по-английски Знала Как говорить Так бы я вообще Не поняла А я еще на табло Смотрю Какая-то терраса Думаю Откуда здесь Такая станция Ну еще Так И смех и грех Одни приключения Ну и вышла я Кстати Не в том Не из того выхода Из которого Мы обычно выходим Но теперь я знаю Более короткий путь Даже До Маникюрного салона Вот В общем Очень интересно Все прошло Сейчас иду В Меркодону И мы устаем Стоит ли Моя каталка Там Ну конечно Стоит Куда надеяться Вот так выглядит Наш балкон Вон с улицы Позанималась Позанималась Потренировалась По Билетам Так как я Ну У меня две задачи По приезду В Москву Первая Это конечно же Задать на права Не знаю Теорию мне Я уже Последний год Полтора Теория мне Очень тяжело Дается Тем более По тем Странным Очень Ну Программам Которые Которым я Тренировалась Вроде бы Я нашла Приложение По которому Мне Прям вот Комфортно Тренироваться Все замечательно И повторять И учить И все Все Вот такое Если У меня все Нормально С этим Приложением Сложится Я реально Все выучу Я вам обязательно Скажу Как оно называется Вот Ну Че-то делу Вот Записала Планы Все Вроде бы Сегодня Краситься Я не собираюсь Потому что Ну Абсолютно Бессмысленно У меня Сейчас Все потечет Еще От этой Влажности Вот Ну У нас Тут В Москве Не так Красочно Как у них Там В Барселонах И не так Деятельно Как у них В Барселонах Я пришла Домой И О чудо Моя Коляска Ждала Меня Да Ну Правда Она была Заперта На замок За 50 Центов Но Все равно Значит Что В коляске Мы видим Сейчас Посмотрим Мы видим Воду Это Вода Для Чайника И кофемашины А это Вода Для меня И Что же Я купила Смотрите Сколько Я салатов Набрала Это Вообще Не знаю Как называется Но Очень Любимый Мной Салат Это Просто Салат Микс Это Рус Талант Это Я взяла Шпинат Потому Что Я Очень Люблю Шпинат И Аня Любит Но Аня После Третьего Приема Или Второго Что ли Плохо Становится Нет Я После Первого А мне После Второго Или Третьего Я хоть раз Поем Капусту Капусту Взяла Значит Смотрите Здесь Капуста Евро 30 За Килограмм Ой Что-то Не сфокусировано Что ли И мне Кажется Что Это Вот Сфокусировалось Значит Евро 30 За Килограмм Мне Кажется У нас Капуста В миллион Раз Дешевле Дальше Помидоры Вот Помидоры На ветке Евро 79 Что Такое Евро 79 За Килограмм И Конечно У нас На ветке Помидоры Вообще Безумных Денег Стоит За 300 Это Кинза Что Случилось Кинза Кинза Стоит Евро 15 Вот Этот Лоточек Ой Это Клитка Видите Хулиганит Дальше Огурец Один Огурец Взяла Килограмм Огурцов Евро 39 Евро 39 Полдюжины У них тут дюжинами Или полдюжинами Продается Не десятками Как у нас Яиц Это Вот эти Молодые побеги Брокколи Которые мы с Аней Полюбили Очень сильно Половинка Папайи Хорошо Что здесь Половинками Четвертинками Продается Это Ежевика Это Голубика Тазик Такой Это Ананас Уже Нарезанный Это Уже Натертая Морковка Креветки Взяла Кролика Потому что Они не ест кролика У нас Из гуманных Соображений А я Очень его Люблю Я его Взяла Моя Любимая Индейка На кости И Сейчас Буду Есть Пульпа Де Потата То есть Это Осьминог С картошкой Я безумно Хочу Есть Я Ушла 15 минут Первого И вот Пришла Я Без 10 И Все Это Поел Это Я Еще Раньше Я Ужасно Хочу Есть В целом Видите Вместе Правда С заходом В магазин Очень Много Времени Занимает Маникюр В Бурселоне Жалко И Еще Конечно Ж Йогурт Это Типа Творога Мато Называется И Вот Это Я Не знаю Первый Раз Взяла Видим Типа Брынзы Но Мне Так Кажется Что Не Соленый Для Салатов Вот Я Попробую Что Это Такое Вот Собственно И Все Вот Еще Забыла Снять Взяла Кошью И Такую Смесь Тут Семечки Тыквы Подсолнечные Семечки Кунжутные Буду Посыпать Свои Салатики Ну Что Ребята Завтра У нас Будет Проходить Прямой Эфир Мы Каждую Пятницу Уже Два Года Проводим Прямые Эфиры В Инстаграм Кто Еще Не Знает И Завтрашний Прямой Эфир Будет Конечно Очень Интересным И для Нас Тоже Потому Что Мы Будем Вести Из Двух Городов Мы Сегодня Проводили Тренировку 125 Мы Мы Что Закончили С Аней Разговаривать За целый День Мы Один раз Только Поговорили Получается Потому Что Толком Она Мне В дороге Звонила Там Ничего Не Не Слышно В общем Все Плохо Было И Вроде Я Разобралась С Этой Доставкой Которую Мне Должны Были Сегодня Доставить Ее Доставляли Но Меня Не Было Дома Мне Звонили По Телефону И Как Я Поняла На Чисто Испанском Языке Что Нужно В общем Пульсе Уна Пульсе Де Дое Что Там Сколько Я Так Поняла Что Надо Нажать Клавишу Если Я Согласна Если Не Согласна То Цифру Два Надо Нажать Я Нажала Один И Мы С Аней Уже Проверили Вроде Завтра Все Таки Доставят А это Корма Для Животных Все Таки Тяжелые Пакеты Один Четыре Килограмма Там Другой Еще Сколько То Килограмм Вот Так Что Потихоньку Справляемся Ничего Страшного Потому Что Конечно Переводчик Гугл Переводчик Есть И В общем Достаточно Понятно И Все Письма В Яндекс Почте Переводятся Ну В общем Потихонечку Так Что Прощаться Да Как мы Говорим Всегда Какие Анины Слова Обнимаю Вас Крепко Крепко Желаем Вам Доброго Утро Счастливого Дня И Спокойной Ночи Пока Пока Счастливого